Концерты Оркестра Классика всегда праздник для зрителей, ведь его руководитель, заслуженный артист России Александр Канторов, необычный дирижер. Обязательным элементом всех выступлений маэстро является живое общение и разговор с публикой. Фестиваль этого года станет воспоминанием о славном прошлом советской исполнительской школы. Все это неразрывно связано с Сочи. Проект Александра Яковлевича, он настолько органичен, он настолько подходит нашему городу, он настолько хорошо вписывается в пластику нашего курортного города, что этому проекту прямо все сразу помогают. Это прекрасное место, где начиная с 50-х годов еще Евгений Александрович Муравинский, гениальный советский, бережер, ленинградский, начал эти сезоны. Мне это место очень дорого, еще и потому, что я играю как на скрипке в качестве оркестранта еще, ленинградской филармонии. У нас здесь были сезоны, которые я, собственно, и пытаюсь возродить. Новым событием этого сезона станет симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева, Петя и Волк. Детский концерт пройдет 13 сентября в районном Доме культуры Аэлита на Бытхе. В горной Олимпийской деревне на Розе Хутор 15 сентября состоится программа «Вальс в горах», где прозвучат произведения Глинки, Глазунова, Чайковского, Петрова и других известных композиторов. Концерт закрытия фестиваля станет самым ярким событием, ведь он будет целиком посвящен Петру Ильичу Чайковскому. Все концерты будут сопровождаться демонстрацией видеоматериалов с выступлениями известных музыкантов, ранее принимавших участие в летних сезонах в Сочи. Вход на все концерты свободный.